Телевизионная драма Эйфория, вышедшая в 2019 году, рассказала о том, как Ру Беннетт стала наркозависимой в 17 лет, а еще показала огромную пропасть между подростками и взрослыми. Зрители были удивлены, сколько они на самом деле не знают о современных детях, об их личной драме, их поисках любви и безопасности. Финал Эйфории был душераздирающим, и специальный эпизод, который вышел 6 декабря, стал попыткой осмыслить этот финал. Теперь в центре сюжета не только потерянный подросток, эпизод становится зеркалом для каждого зрителя. Знаете, это уже само по себе достижение создателей сериала, что они в условиях пандемии смогли снять один из двух специальных эпизодов перед вторым сезоном. Этот эпизод явно сильно показывает, за что 24-летняя девушка заработала Эми в этом году. Да, если кто не знает, то Зендею признали лучшей драматической актрисой за роль наркозависимой девушки-подростка Ру в сериале Эйфория. Она стала самой молодой победительницей в этой категории. Получив статуэтку, Зендея поблагодарила шоураннера, который перенес в проект свой собственный опыт борьбы с наркотической зависимостью и всю команду сериала. В начале спецэпизода нам показывают фантазии Ру. Она мечтала о том, чтобы она и Джулс были вместе и рассуждали о Нью-Йоркской школе моды. Но затем реальность начинает приближаться, несколько простых действий и вот уже показывают настоящую жизнь. Наркотики, зависимость и кафе. У меня ощущение, что я достигла равновесия. Я здорова, счастлива, ну и не ищу счастья в других людях, понимаешь? Ру и ее друг Али в рождественский вечер за блинчиками в закусочной беседуют о жизни. Это откровенный разговор двух людей, которых переполняет боль. У 45-летнего Али своя история, у 17-летней Ру своя, но вместе они дополняют друг друга. После событий последнего эпизода Эйфории прошло достаточно много времени, и Ру все никак не может забыть случившееся. Али приходится много ей изложить о зависимости как болезни, о несправедливости мира, о современных детях, о боге, о лжи корпораций, о неизбежности жизни, прежде чем стена Ру из цинизма и презрения к себе даст трещину. Когда ты впервые попробовала наркотики, в твоем мозге что-то щелкнуло. Так как вся серия будет происходить в кафе, то уже в середине может возникнуть предположение, что Ру сбежит от скучного разговора. Но это не происходит. Она нуждается в адекватном взгляде на себя со стороны, нуждается в прощении и надежде. И Али способен обеспечить ее этим. Признать, что бессильно перед наркотой и не управляю своей жизнью, черт подери, осознать это несложно. Ну да, ну да. Но... Еще одна фигура взрослого в этом эпизоде – официантка Марша, завязавшая 17 лет назад. Она говорит Ру, что неприятности не навсегда. Проблемы не длятся вечно. Все, что тебе нравится, не всегда хорошо для тебя. Все изменится, если ты этого захочешь. Норовоучение кажется набором общих фраз, однако в этом эпизоде это едва ли не самые сильные слова, адресованные потерянной душе. Детка, проблемы не вечные. Если ты стараешься решать тебе. Ру рассказывает о том, что единственная причина, по которой она не покончила с собой – это наркотики. Али с этим не соглашается, и тут, я считаю, вышла самая лучшая его речь за весь эпизод. Как наркоман, он видит в Ру потенциал, если она хочет очиститься. Думаешь, ты крутая? Я круче. Думаешь, ты сложная? Я сложнее. Хотела себя убить? Да у меня тоже пиздец. Сказать почему? Я скажу. Ты не знаешь, как жить. Не знаешь, за что взяться. В этой серии мы узнаем, что они разговаривают в канун Рождества, что стало сюрпризом спустя более чем год после окончания первого сезона. Но точное время все еще выстраивается. Когда Ру задает Али вопросы о себе и о том долгом пути, который он прошел как наркоман, он рассказывает, что у него есть две дочери. У него был рецидив через полтора года после его первых 12 лет в завязке. И его имя при рождении Мартин. Также получился интересный диалог о Боге. Али пытается ее успокоить, говоря, что даже если она не верит в Бога, то Бог верит в нее. Но это только заставляет ее сомневаться. Означает ли это, что ее отец умер, потому что Бог не верил в него? Значит, мой отец умер, потому что Бог не верил в него? Ру, я не это имел в виду. Терпеть не могу это обсуждать. Ответ Али является одновременно забавным и сбивающим с толку. Он приводит историю Мартина Лютера Кинга-младшего и то, что Найк имеет в своем магазине вывеску «Наши люди имеют значение», на которой белые покупатели делают селфи, а темнокожие покупатели с трудом покупают кроссовки за 130 долларов. В какой-то момент Али выходит на улицу, чтобы перекурить. Поскольку это эйфория, я ожидал, что на парковке точно что-то произойдет. Либо ограбление, либо похищение. Но все прошло спокойно, и Али позвонил своему ребенку, чтобы пожелать счастливого Рождества. Разговор перетекает в тему искупления. Ру убеждена в том, что она ужасный человек, который угрожал ее матери стеклом. Но когда Али ей говорит, что он вырос в доме, где было домашнее насилие, и провел годы, планируя убить своего отца, только чтобы стать наркоманом и ударить собственную жену во время ссоры, Ру ему отвечает, что до сих пор считает его хорошим человеком. Али подчеркивает, что одна из причин, по которой кажется, что мир стал плохим, заключается в том, что слишком многие люди думают, что они непростительны, и следовательно, у них нет причин меняться. Люди продолжают творить непростительную хуйню, и решают, что нет причины меняться. И вот у нас уже целая толпа людей, которым просто насрать на искупление. Вот жуть-то. Финал этой серии долго шел к своему часу, и вот он настал. Ру говорит, я действительно не планирую оставаться здесь так долго, и это самая сложная часть всего этого. Когда Али спрашивает, кем ты хочешь быть, когда покинешь эту землю, и как ты хочешь, чтобы твоя мама и сестра запомнили тебя, Ру отвечает, как человек, который очень старался быть тем, кем я не могла. Той, кто очень старалась стать кем-то, кем не могла. Эпизод заканчивается тем, что пара выходит из закусочной в дождливую зимнюю погоду и садится во внедорожник Али, чтобы поехать домой. Кавер «Аве Мария» воспроизводит длинный кадр, на котором Ру выглядит истощенной на пассажирском сидении. Весь фокус был сосредоточен на актерах, а также эта серия позволила съемочной команде создать действительно красивые и простые композиции. Освещение всегда было важной частью сериала. Например, неон, мерцающий в окне закусочной, или сцена, где Али звонит своим детям на Рождество, на стоянке между закусочной и мотелем. Все это придает особую атмосферу актерам. Особенно проникаешься, когда показывают лица крупным планом, как Али улыбается, или как Ру изо всех сил пытается сдержать боль. Сериал напоминает, что мы можем сделать и кем мы можем стать, просто установив контакт с другим человеком. Возможно, некоторые поклонники сериала будут разочарованы этим эпизодом, потому что остальные актеры остаются за кадром, и мы не знаем, что будет дальше с Ру и Джулс. Скорее всего, мы увидим точку зрения Джулс во второй части, когда в следующем году покажут еще один второй эпизод, прежде чем второй сезон начнется должным образом. Первый спецэпизод раскрывает некоторые духовные моменты, освещает лучшие части эйфории, съемку, декорации, освещение, демонстрирует двух опытных актеров на пике их способностей, и проливает немного света на историю персонажей. И каждый компромисс с собой, каждая черта, которую ты перейдешь, будут уводить тебя все дальше и дальше, пока ты не перестанешь понимать, кто ты такая. Учитывая, что эпизод начался с фантазии, а последние минуты закончились пустотой, можно считать, что серия получилась чистилищем для Ру. Здесь нет ответов о ее рецидиве, но серия разделяет точку зрения Ру на ее отношения с Джулс. Без всяких уловок камеры, шока и блеска глаз, эпизод показывает, что мы еще много чего не знаем о Ру, и что у этого персонажа есть куда развивать. Специальный эпизод эйфории получился психотерапией для отдельно взятого вымышленного персонажа. Оставляйте комментарии, посмотрели вы уже спецэпизод или ждете сразу второй сезон, а также подписывайтесь на канал, ведь как только выйдет второй эпизод, обязательно выйдет видео. До скорой встречи! Я просто не думала, что пробуду здесь так долго. Эйфория Редактор субтитров А.Семкин